Сегодня мы продолжаем тему острый синусит, acute sinusitis, и сегодня часть, которая называется патофизиология и клиническая картина. Pathophysiology and clinical presentation. Сначала мы послушаем, как звучат эти предложения на английском языке, и затем разберем перевод некоторых фраз с русского на английский. Первое предложение. The normal sinuses are sterile structures lined with ciliated epithelium. Посмотрите, пожалуйста, перевод. Второе предложение. Mucus is cleared from the sinus in a directed manner toward the openings which drain into the nasal cavity at the superior meatus and middle meatus. Mucus is cleared from the sinus in a directed manner toward the openings which drain into the nasal cavity at the superior meatus and middle meatus. Еще раз посмотрите в правую колонку на перевод. Третье предложение. The superior meatus drain the posterior esmoid and sphenoid sinuses, and the middle meatus drains the frontal, maxillary, and anterior esmoid sinuses, посмотрите перевод в правой колонке и переходим к следующему предложению. Occlusion of these osteomyatel complexes can lead to dysfunction of the normal sinus epithelium and bacterial infection. Повторим еще раз. Occlusion of these osteomyatel complexes can lead to dysfunction of the normal sinus epithelium and bacterial infection. Перевод в правой колонке. И последнее предложение. Еще раз. Итак, мы прослушали все предложения, теперь будем переводить фразами с русского на английский. И это поможет нам лучше запомнить эти слова и фразы. Нормальные синусы или здоровые синусы. Стерильные структуры. Это стерильное образование. Стеррайл структурс. СТРУКТУРЫ ВЫСТЛАННЫЕ СТРУКТУРЫ ВЫСТЛАННЫЕ РЕСНИЧАТЫМ ЭПИТЕЛИЕМ ЛИНД ВЫСТЛАННЫЕ РЕСНИЧАТЫМ ЭПИТЕЛИЕМ РЕСНИЧАТЫЙ ЭПИТЕЛИЕМ СИЛИЕЙТЕД ЭПИТЕЛИЕМ Второе предложение. Переведем фразу во втором предложении. СЛИЗЬ ОЧИЩАЕТСЯ МЮКОС ИЗ КЛИРД Из синуса СЛИЗЬ ОЧИЩАЕТСЯ, ВЫВОДИТСЯ ИЗ СИНУСА МЮКОС ИЗ КЛИРД МЮКОС ИЗ КЛИРД ДРЕНИРУЕТСЯ В НОСОВУЮ ПОЛОСТЬ ДРЕН ИНТО ЗА НАЗАЛ КАВЕТЕ ДРЕН ИНТО ЗА НАЗАЛ КАВЕТЕ ВЕРХНИЙ НОСОВОЙ ХОД СЛЕДНИЙ НОСОВОЙ ХОД СЛЕДУЮЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗБИРАЕМ ПО ФРАЗАМ В ЗАДНИЙ ЭТМОИДАЛЬНЫЙ СИНУС СФИНОИДАЛЬНЫЙ СИНУС ФРОНТАЛЬНЫЙ СИНУС ВЕРХНЕЧЕЛЮЗНОЙ СИНУС МЕКСИЛЛАРИ СИНУС МЕКСИЛЛАРИ СИНУС ПЕРЕДНИЙ ЭТМОИДАЛЬНЫЙ СИНУС ЭНТЕРИО ЭТМОИД СИНУС ЭНТЕРИО ЭТМОИД СИНУС Переходим к следующему предложению ЗАКУПОРКА ЭТИХ КОМПЛЕКСОВ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ ДИСФУНКЦИЯ НОРМАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ СИНУСА ДИСФУНКЦИЯ НОРМАЛЬНОГО СИНУС ЭПИТЕЛИЯ ДИСФУНКЦИЯ НОРМАЛЬНОГО СИНУС ЭПИТЕЛИЯ БАКТОРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНФЕКЩИН БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНФЕКЩИН И ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХОТЯ АЛЬЗОУ ХОТЯ АЛЬЗОУ Любой СИНУС ЭНИ САЙНОЗ МОЖЕТ СТАТЬ ЗАКУПОРЕННОМ КАНЬ БЕКАМ ОКЛЮДИТ КАНЬ БЕКАМ ОКЛЮДИТ БЕКАМ ОКЛЮДИТ ПРЕДЛА ПАВИРУСНОЕ ТРЕ endroit Это значение Анатомית ПРАВИРУСНОЕ АНТОМИКиЕ НАРУШЕНИЯ Включая Искривленная перегородка или дословно перегородочное отклонение Септал девиэйшн Опухоли и полипы Аллергия Может предрасполагать Могут предрасполагать к инфекции Итак, на сегодня мы закончили разбор Пожалуйста, прослушайте еще раз Повторите несколько раз перевод с русского на английский Сначала подсматривая на текст оригинала, потом по памяти Я уверена, что это поможет вам хорошо запомнить эти фразы и слова В конце постарайтесь пересказать, может быть, своими словами С использованием этих фраз То, что вы выучили Желаю вам удачи, спасибо за внимание До следующего урока Субтитры создавал DimaTorzok